Значит, здесь 2,5 килограмма. Мне кажется, что здесь на всё каугури хватит. Будут военные учения, чтобы люди не пугались. Вот трусики есть? Трусики? Есть, да? Друзья, всем привет! 18 сентября. Мы идём с вами на электричку. Едем в Ригу за машиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 10 утра. Я уже, видите, гуляю по Риге. По магазинам, наверное, не пойду. У меня сегодня встреча здесь. Рано-рано утром. Хотя хотелось бы, конечно, но не получится. Смотрите, какие красивые цвета. Что-то поярче, поярче уже. А то всё серое было. Тут уже, смотри, цвета добавляются. Гуляя по Риге. Не замечала раньше вот эти надписи. То, что до Таллина отсюда 314 километров. Рим. Так, вот Стамбул, смотрите. Сколько у нас? 2862 километра от Орига. Так, пожалуйста. Это для города Кокнеси. Стокгольм, смотрите. 521 километра всего. Копенгаген, смотрите. 1654 километра. Так, Сигулда. 53 километра. Зачем мне эта информация с утра? Вот, смотрите. Аллоксные у нас. Что тут у нас? Вот, смотрите. Координаты. Видите, какие цвета добавляют? Фиолетовый модно. Сиреневый. Бежевый. Не, по магазинам сейчас не получается никак. Как бы сильно не хотелось. У меня спрашивали палет ниток. Вот, пожалуйста, здесь их очень много. И нитки, и картины. Собственно, вокзал внутри. Я смотрю, сердечко убрали. Здесь когда-то сердце на потолке было. А, вон он. Нет, там уже не сердце. Там что-то другое. Эти люди встречают, видимо, с шариками. Смотрю, тут что-то загородили. Видимо, там что-то делают. Но не могу я посмотреть. Не вижу ничего. Я приехала немножко раньше навстречу. Немножко поснимаем. Посмотрим, как у нас тут галерея очередная. Знаете, уже много раз подошли деньги, спросили еще что-то. И очень, кстати, интеллигентно. Но я сейчас себя чувствую, как будто я тоже что-то здесь мучу. А я пришла навстречу. Видите, как получается? А выглядит, как будто я тоже что-то здесь такое мучу. Так, прогулялась до базара немножко тут. Но на базар сам не пойду. Потому что это долгая песня, долгая история. А теперь нужно быстрее бежать, забирать. машину. Тут по дороге человек отдыхает. Но с ним все в порядке. Он только что пил пиво, курил, сидел. Так что он просто отдыхает. Так, старенькая электричка тоже стоит. Видите? Нет-нет, да. Выручает нашу новую Виви. То, что если вдруг или очень холодно, или очень жарко, пока что, вот видите, на помощь приходит верный друг. Звук. Звук. Дог LIVE! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И манта Гуляю опять по Золитуде И хочу вам сказать, только что ехала в электричке Прочитала новость То, что с 18 по 22 число В Риге и окрестностях Прикреплю сюда, покажу Будут военные учения Чтобы люди не пугались Также они могут быть Торникалсы, вроде в прошлом году тоже были Было очень много Видеороликов В ТикТоке и так далее Вот, так что Не пугайтесь, если что Это у нас Учение Считаю то, что снимать их на видео нельзя Если встретишь, нельзя снимать И выставлять в соцсети Повторюсь, весь прошлый год Просто весь интернет был Бегают, там женщина с коляской шла Напугали детей В общем, да А снимать нельзя Вот иду, страдаю А тут, смотри, у вас, Иреми, базарчик Лисички, арбузики Так, вроде нашу малышку починили Вроде вылечили Сейчас поедем, посмотрим Так что, видите, как быстро Главное, чтобы была запись По записи все как к врачу Пришел, раз-раз и починили Только ждать надо было Времечко небольшое Но ничего, главное, чтобы сейчас Техосмотр без проблем прошли Зашла в Лидл Который находится здесь же На райончике Сразу как зашла, потерялась Видите, чуть под кирпич не зашла Но вовремя среагировала Смотрю, что вроде пока что Все то же самое, что и у нас Смотрю насчет досочек Говорить не очень, да, хорошие Но их почти разобрали, представляете Вот что осталось Досочки стеклянные Почти разобрали Так, что еще тут у нас интересненького Это все у нас тоже есть Смотрю, может быть, чем-то отличается То, что бывает такое Что приезжаешь А тут что-то такое Этакое О, подушечка 6,99 Так, блин Конечно, заманчивое предложение Сейчас прилечь на подушечку Но нет, нужно работать Нужно бежать дальше Так, значит, у нас короткий комбинзон 2,74 Вот так вот выглядят Шортики и маечка Ну да На распродаже, видите В общем, здесь то же самое Все Едем дальше Так, я сегодня недалеко была От магазина мэра И решила зайти Посмотрим, что тут интересного Вот царю кастрюльки Лучшая цена Ну-ка Может, на кастрюльку надо взять Я даже не знаю Так, ну что Начинаем работу Тут комплект, видите, такой Тарелочки Блюдца Вот показаны, да, какие есть И бокалы Так, а сколько бокалов? Все по 6 штук На 6 персон, значит, у нас тут Так, 4,18 полочка И дальше у нас идут Евро 0,5 Такие, видимо, для цветов, да? Горшочки О, смотрите А здесь подешевле крышечки Евро 35 за 20 штук И еще есть 2,59 за 50 штук А мы вчера смотрели 2 с копейками Было 20, по-моему Или 30 В общем, дешевле получается Есть тут разная химия Интересная Вот, смотри Какое-то универсальное средство Не знаю Не пробовала Как оно интересно Так, а это у нас что? Это типа Антикалька Вот такая бутылочка 2,27 В принципе, я ищу Стиральный порошок Персил Сказали, что здесь дешевле А вот и хочу посмотреть Насколько дешевле Точно, смотрите 1,77 За огромную пачку На 80 стирок 4,8 Видите? Вес Так Хорошая цена, я считаю Дешевле, чем в других магазинах Так, хотели немножко рыбку посмотреть Смотрите, значит Есть фарш лосося Лосося 3,69 Есть хек 5,19 за килограмм Есть у нас Еще филе Палтуса 7,14 Мидии 5,99 И Стейки лосося 9,90 Вот такие Вот это мороженое Вот это размерчик Кстати, мой любимый Сливовый вкус Такое именно не пробовала Но сливы я обожаю И варенье люблю сливу Думаю, мороженое тоже должно быть вкусное Сколько разных майонезов Смотрите Соусов Чесночный Евро-13 Как для кебаба Еще какой-то Мясо сколько Так, это у нас что? Сметана? В бочках таких Сливки Капуста Творог Значит, килограмм Пятипроцентный 4,27 Вот такой 93 цента За капусту Сколько здесь тоже? 800 грамм Свекла тоже 62 цента Видите, то, что в магазинах тоже есть Яйца Евро-28 АС Размерчики Маленькие Это все у нас Рыба Селедка Консервы Салатики Всего чего Вот малосоленая Пожалуйста С перчиком А вот персил Не могу найти Представляете Вот трусики есть? Трусики Есть, да? 70 центов А персила Не вижу Где персил? Я видела то, что Помимо сухого Еще жидкий был И по хорошей цене Да, смотрите Зачем платить Больше Например, нашла зубную пасту Где она была? Она была у нас Вот Евро-43 В коробочке Колгейт И рядом Есть еще какая-то Смотрите Вообще за 88 центов Краска Для волос Краска Два вида Видите? Евро-25 И 2.71 Также смотрите Пантин Да? 350 миллилитров 3.04 Вот такой вот вид И маска Для волос Смотрите 2.71 Это все-таки Вот маска Хозяйственное мыло 47 центов Ну, о чем тут Можно говорить? Конечно, дешевле Теплые Теплые Галоши Смотрите С подогревом Пути, босички Ты мой Евро-48 Вареная сгущенка Ведро Очень хорошо здесь Смотрю по консервам И по крупам Если что Мне нравится Цены нравятся 3.39 Это что? Значит, здесь 2.5 килограмма Мне кажется, что Здесь На все Каугури Хватит Такая вот Бочка Ведерка Печенье Печенье Вот это тоже Хорошая цена В наше время Конечно, экономить Наверное, нужно сюда Чаще приезжать Тут все можно Взять дешевле Чем В соседнем магазине Единственное Я расстроилась Что стиральный порошок Жидкий ли нашла И семечки В очередь застаю Немножко еще посмотрю Что тут есть Вот, например Вафельные коржи 83 цента Можно тортик Самим сделать Зефир 2.93 Вот 750 грамм Мармеладки Такие шарики Белорусская картошечка Бульба Так Стоит Евро 0,2 Вот она Орехи Есть Смотрите Завтрак Студента Все есть Чернозем Хотела сказать Господи А вот Семечек Не вижу Немецкое Мыло Жидкое 90 центов Так Все Уезжаем Я смотрю Многие разбирали Вот этот порошок То, что 11 евро с копейками И так же Еще должен был быть Жидкий Я видела Видео Люди Рассказывали То, что Намного дешевле Чем в Дрогосе Если здесь Оно стоит 11 То в Дрогосе Или еще В каких-то Магазинах Там Под 30 И больше То есть Разница существенная Поэтому я хотела Жидкий порошок Но ничего Я знаю То, что В некоторых Мэра Есть в Латвии У нас Или разобрали Или нет Не знаю В общем Цена в магазине Мэра Я сегодня была Приятно Удивлена И напишите Пожалуйста В комментариях А вы Заезжаете В этот магазин Вы там Закупаетесь Вообще Мне сегодня В Мэра Понравилось Все Даже работники Которые там Работали Даже пообщалась С работниками В общем Вот так Приехала в Юрмала И что-то хочу Очень выйти на море Хотя бы на 5 минуточек Сейчас у нас Смотрите Показывает 26 градусов Тепла И тучки Поэтому хочу успеть До дождя Прогуляться Немножко Иду И чувствую Что чем ближе К морю Тем холоднее Ворона И сорока А сорока Необычная У нее крылья Синие Значит Читая новости Как-то Вроде как Столько всего Хочется рассказать Но не буду Сегодня Вообще Не хочу Никакого Негатива Сегодня У нас будет Только Позитив Цены Позитивные Море В общем Будет видео Доброе Без всяких Новостей Люди купаются Смотрю Так Вижу Отсюда Что вроде как Потихонечку Собирается Наше кафе Разбирается Собирается Кажется Все Сезон Закончился Доброе утро Доброе утро Субтитры создавал DimaTorzok Люди купаются, смотрю, вовсю. Один, второй, третий. Видимо, тёплая водичка, потому что идут так спокойно. Обычно, когда вода холодная, так не идут. Так, а здесь у нас ворончик. Ну, что случилось? Рассказывай. Пытается что-то сказать. Так, здесь голова. Там сейчас будет голова. И там одна вылезла. Пересчитываю, чтобы все на месте были. Субтитры создавал DimaTorzok Да, всё, кафе закрывается. Перевозят всё, разбирают. Вот такая вот история у нас с вами была этим летом. На концерты сходили, квас попили. В общем, спасибо. Ждём следующего сезона. А я подмёрзла и иду дальше. На всякий случай, всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Да! Скоро также отключат колонку. И всё. Лето пролетело. Можно уже по листьям, да? Смотри, что листья. Дело идёт к осени. А там и зима недалеко. И погода сейчас такая обманчивая. Вроде как жарко. В то же время и ветер холодный какой-то. Кто-то одет, грубо говоря, в маечке, в платьице, как я, да? А кто-то в тёплых куртках уже. Кофты, свитера. Я сегодня тоже смотрела на свитера. Думала, а может... А потом посмотрела 26 градусов. Думаю, не, наверное, не может пока. Но на море всегда чуть холоднее. Я сейчас словила себя на мысли, что я иду как шизик. Такая вам что-то рассказываю. Никого со мной рядом нет. А я всё говорю, говорю. Как же хорошо всё-таки жить в Юрмале с маленькими детками. Вот рядом с морем. Вообще просто сказка. Родители сидят на скамеечке. Дети бегают по пляжу. Супер! Ни машин, ничего. Вот это время я помню. Море было наше любимое место, где мы отдыхали всё время. Где мы проводили очень много времени. Вот как выйдем с утра, к обеду придём. Потом второй раз выйдем после четырёх. И, может, в одиннадцать-двенадцать ночи можно прийти. Если там весело, так и затягиваться. Там можно и с собой покушать взять, и всё на свете. Я вчера вам рассказывала про то, что будет закрываться заведение. Сейчас покажу его с другого ракурса. Вот это заведение. Я даже помню, что во время ковида здесь частенько продавали что-то. Что в кафе нельзя было. Продавали здесь. Ковидное время реально пережили люди. Выкарабкались. Вот. А сейчас почему-то закрываются. Ведь 13 октября что-то. А, открыты до 13 октября. Вот так вот. Жалко, когда закрываются рестораны, кафе и так далее. Вот так с этого ракурса. Здесь вот можно зайти. Можно там дальше посидеть на улице. Вот так вот. И это прямо напротив Лидла. Вот школа вторая, Лидл и ресторан. Прочитала информацию, что они не отчаиваются. Закрывается одна дверь, открывается другая. То есть у них планы. Я вот лично желаю удачи. Желаю, чтобы все планы осуществились. Мне всегда грустно, когда вот что-то у нас закрывается. Не знаю, смотрите. Желуди. Желуди. Сейчас все будут собирать детский садик в Желуди. И тут буквально вчера прочитала смешной такой пост, когда один папа пишет учительнице там в 3 часа ночи. Спрашивает учительница, ну что, спите? Она говорит, конечно, сплю. Все, учительница. Она говорит, а мы нет. А мы еще желуди собираем. Еще готовимся к уроку труда или что там у них. В общем, то, что как зададут, так зададут, да? То желуди, то какой-нибудь подделкой из желудей. Вот бывает, что так вот до ночи делается. На меня так посмотрели, вылажа такая из кустов. Ну, красота. У меня сегодня вообще, что не место, то красота. Потому что то я с утра вышла, у меня коты. Так классно сидели на капоте, такие пушистые. Жалко, что я так спешила, что не смогла заснять. Но утро мое уже сегодня. Заряженное. Класс. Вот это красота. Вот она красота, друзья. А я убежала вообще с моря. Думала, у меня 1%. Кстати, 1% уже столько времени. Уже вот все время, что снимаю, это все 1%. Пока иду, вспомнила один комментарий. Вот я сейчас чайку увидела, ворону. Вспомнила комментарий. В общем, комментарий был такой. Я тебя смотрела раньше, мне так нравилось. Но после того, как ты прошла по Йомас, мимо кота и мимо чайки, и не покормила их, все, отписываюсь, больше смотреть тебя не буду. Вот так. Хотя у нас там кот сидит на Йомас, который питается в лучших ресторанах Йомас. То есть он всегда накормленный. То есть вообще, да? Но из-за такого отписываться, я просто в шоке. Я в шоке. И то, что мимо чайки прошла, это вообще огнище. И вы знаете, у нас как бы чай кормить нельзя. Кормишь плохо? Не кормишь тоже плохо. Не знаю, почему-то мне сейчас вспомнился этот комментарий. Вот я мимо чайки проходила, сразу вспомнила. Так. Все, смотрю по листьям. Уже нужно доставать грабельки. Скоро все будут чистить свои дворы. Сначала, значит, чистят, готовят к лету. Газонин, все это, да? А сейчас будет пора листьев. То есть, не знаю, сколько это времени длится, пока, наверное, все не осыпятся, да? Так что, да. У кого есть ветродуйки, те, у кого есть пылесосы, которые всасывают листья, а кому-то территорию придется грабить. Всем спасибо за внимание и всем пока!